Сельское поселение Булатниковское Для жителей Дрожжино-2Б, Дрожжино-2, деревни Дрожжино, поселка Новодрожжино То есть по Варшавскому шоссе они подъезжают Также жители ЖК Булатниково, это непосредственно здание находится в этом микрорайоне То есть для них это вообще будет шаговая доступность И микрорайоны Восточная Бутова и Государев Дом, которые сюда могут также приехать по Расторговскому шоссе Мы пришли к выводу, что все-таки, наверное, должен быть торговый центр Поскольку это точка притяжения людей, им было бы удобно и обращаться в наш центр за получением государственных муниципальных услуг Параллельно они могли бы удовлетворить свои годовые потребности в магазинах, в покупках каких-то И, наверное, формат торгового центра это наилучший формат для размещения подобных заведений К реализации проекта приступили два месяца назад Сейчас ремонтные работы в стадии завершения готовность помещения 80% Бригады подрядной организации работают в три смены И 28 апреля должны передать уже отремонтированное помещение для установки необходимого оборудования и мебели Вот это помещение, это помещение бэк-офиса То есть это обработка тех документов, которые поступают от заявителей Что сделано? Для того, чтобы сократить время приема, время обслуживания заявителя Мы быстро принимаем у него документы, заявитель уходит, а мы продолжаем обработку в этом помещении Уже в подготовке к отправке ведомства Здесь будет пять основных и три резервных окна для приема граждан Окно предварительного сканирования, четыре точки доступа на портал госуслуг и два консультанта Которые помогут оформить личный кабинет или необходимую услугу Детский уголок сделаем обязательно И поскольку МФЦ полного цикла и будет большая потребность в получении и замене паспортов Как граждан Российской Федерации, так и для выезда за рубеж Значит обязательно будет фототурги Планируется, что дополнительный офис будет работать пять раз в неделю Со вторника по субботу с восьми утра до восьми вечера Это пилотный проект, это наш эксперимент Мы посмотрим, как откликнутся жители, будет ли удобно жителям Если мы будем понимать, что нам надо расширяться, значит мы будем расширяться Потенциал у нас для этого есть Сейчас жители вынуждены ездить либо в центральный офис МФЦ в Видном Либо до окон, которые открыты в поселке Измайлово в здании администрации Поэтому новому МФЦ по адресу ЖК Бутова парк, дом 22, они будут только рады Очень удобно будет, потому что видно нам вообще не вариант ездить Здесь было бы удобнее, здесь новый большой микрорайон, так что я думаю, что это будет полезно безусловно Новый МФЦ в жилом комплексе Бутовый парк – это МФЦ полного цикла То есть тут можно будет получить все 350 государственных услуг Открытие запланировано на начало мая Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Виднет-ТВ